Подписываясь на единственный профессиональный армянский канал на русском языке, вы помогаете производству качественных программ, освещающих как историю, так и современную жизнь армянского мира. Не забудьте включить кнопку уведомлений о новых выпусках. Спасибо. Приятного просмотра. Армения лидирует среди стран СНГ в рейтинге процветания 2019, улучшив позицию на 27 пунктов. Авторы так называемого рейтинга процветания, который ежегодно публикует Legatum Institute, сравнивают страны по 12 критериям. Из стран постсоветского пространства Армения уступает позиции только Эстонии, Литве, Латвии и Грузии. При этом лидируют среди стран СНГ опередив Казахстан, Беларусь, Россию, Молдову, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Украин. В Армению будут осуществляться прямые рейсы из Уфы. Росавиация дала компании «Азимут» допуск к выполнению международного авиарейса из Уфы в Ереван с частотой три раза в неделю. Полеты из столицы Башкортостана в столицу Армении планируется начать в следующем году. Представители туристической отрасли региона подтвердили перспективность направления. По мнению специалистов, рейс может представлять интерес для туроператоров для формирования пакетных туров в Армению. На территории Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви установлен памятник выдающемуся армянскому композитору Камитасу. Автором памятника, который установлен в честь 150-летия Камитаса, является армянский скульптор из Константинополя Эрл Сафарян. На открытии памятника присутствовали местоблюститель Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви Саак Машалян и представители армянской общины Турции. В США Совет округа Колумбия принял резолюцию, признающую геноцид армян. В резолюции дается отсылка к многочисленным свидетельствам факта геноцида армян, в том числе от американских дипломатов, работавших в Османской империи в начале 20 века. В ней подчеркивается необходимость изучения темы геноцида армян в местных школах. Совет призывает преподавателей в округе Колумбия рассказать о правах человека, геноциде армян и последствиях отрицания геноцида. Говорится в тексте резолюции. Округ Колумбия также осуждает политику по отрицанию великой трагедии со стороны Турции, что приводит к новым массовым жертвам на этнической и религиозной почве уже в современном мире. В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса создадут армянский институт. В Лос-Анджелесе состоялся вечер, организованный армянской общиной и руководством UCLA. На вечер прибыли известные армяне США, семья Андреа Гасси, Эрик Израилян, Серж Танкян и другие. Прибыли также известные лица США, в том числе актеры Кристиан Бэйл и Аарн Пол. Первоначальные средства на открытие института оставил покойный Кирк Киркарян – 20 миллионов долларов. Община также будет помогать развиваться институту. Калифорнийский университет Лос-Анджелеса – один из самых крупных университетов США. Численность студентов превышает 43 тысячи, а бюджет составляет более 3,2 миллиарда долларов. Прошел очередной всеармянский телемарафон по сбору средств для Армении. Армяне, проживающие в разных странах мира, во время 22-го ежегодного телемарафона всеармянского фонда «Айастан» пожертвовали в общей сложности 9 миллионов 856 тысяч 100 долларов. Собранные средства пойдут на реализацию проектов, связанных с водоснабжением и альтернативной энергетикой в Карабахе, а также в трех областях Армении – Тавуше, Лори и Шираке. Для счастливых семей. Для молодых и беззаботных. Для интеллектуалов и профессионалов. Кровельный центр. Скидки на кровлю для всех и для каждого. 8 800 1700. Кровельный центр. Художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Армении Константин Арбелян номинирован на престижную музыкальную премию Грэмми. Наш альбом с великолепным американским тенором Metropolitan Opera и Стивеном Костелло, записанный при участии Каунастского симфонического оркестра, номинирован на премию в категории «Лучший классический вокальный сольный альбом», написал на своей странице в Facebook Арбелян. Как отметил известный дирижер, это уже четвертая по счету номинация на премию Грэмми на его счету. 62-я церемония вручения премии состоится 26 января 2020 года в американском городе Лос-Анджелес. Легендарная разведчица Гуар Вартанян скончалась 25 ноября в возрасте 93 лет. Ее похоронят на Трейкуровском кладбище рядом с мужем, Геворком Вартаняном. Президент Армении Армен Саркисян выразил свои соболезнования и будет присутствовать на похоронах. Как и Геворк Вартанян, Гуар была большим патриотом Армении и по-особому относилась к своему родному Гюмри. «Всегда будем помнить о славной героической жизни, добрых делах и большом вкладе этой необыкновенной пары в деле сохранения мира во всем мире», – написал Армен Саркисян. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким Гуар Вартанян. В частности, он сказал, «Без Гуар Вартанян, без ее мужа Геворка, история нашего мира могла бы идти по-другому». Кинокомпания «Хайк» приносит свои соболезнования семье Гуар Вартанян. Армянский гроссмейстер Рафаэль Ваганян завоевал титул чемпиона по шахматам среди ветеранов. Чемпионат мира прошел в Будапеште. 68-летний Ваганян участвовал в чемпионате в категории старше 65 лет и завершил первенство с результатом 8,5 очков из 11 возможных, сообщает Национальный Олимпийский комитет Армении. Представляющий Армению Карен Мавсисян в возрастной группе старше 50 лет занял 4 место, набрав 8 очков. Результаты других представителей Армении – Арташес Минасян, 22 место с 7 очками и Владимир Пагасян, 52 место с 6 очками. Арташес Мин Algой Арташес Минал